все буквально за 15-20 секунд мы с вами построили майдмэп карту и полноценную диаграмму которую сейчас можно распечатать либо внести в нее какие-то корректировки либо приложить к презентации и она у вас будет готова привет меня зовут игорь зуевич и в этом видео я вам покажу как с помощью искусственного интеллекта делать полноценный майдмэп карты либо диаграммы кому что нужно и не тратить на это самое главное огромное количество времени мы сделаем с вами я вам покажу как сделать полноценную майдмэп карту буквально за 15-20 секунд и дальше ее можно там распечатать либо использовать так как вы хотите все мой канал посвящен маркетингу продажам предпринимательству и сейчас я показываю как с помощью искусственного интеллекта мы можем делегировать то есть какие задачи можем делегировать искусственному интеллекту в основном это какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество денег и времени смотрите значит мы с вами будем использовать чаджи 5 почему чаджи 5 это один из самых умнейших на сегодняшний день одна из умнейших на сегодняшний день нейросети и искусственного интеллект искусственный интеллект поэтому все мои примеры будут сегодня использованы в качестве чаджи 5 то есть я вам покажу как я это все делаю так и делаю диаграммы и майдмэп карты с помощью чаджи 5 вы можете использовать любой другой искусственный интеллект но все же чаджи 5 на сегодняшний день на мой взгляд самый один из самых умнейших и позволяет выполнять какие-то рутинные задачи намного быстрее значит смотрите для того чтобы мы нам построить с помощью чаджи пяти то есть стандартная версия чаджи пяти он вам не построит никакие диаграммы никакие made map карты нам необходимо воспользоваться такой штукой которая есть чаджи пяти называется плагины значит мы переходим в раздел плагины и здесь выбираем необходимый нам плагин значит плагин называется а и диаграмм если у вас этого плагина еще нет либо вы его не использовали зайдите в плагин store то есть магазин плагинов и здесь соответственность будет а и диаграмм он позволяет к кре-кре создавать и редактировать причудливые блок схемы интеллект карты и диаграмм последовательность значит посмотрите да логотип поэтому рекомендую использовать именно его рекомендую использовать его то есть вам необходимо вы просто установить после этого он появится в вашем разделе чаджи пяти с плагинами значит кроме этого нам необходимо сейчас предварительно обучить чаджи пяти чтобы он нам генерировал именно необходимые нам диаграммы блок схемы я для этой задачи как всегда буду использовать свой чат в котором собраны свою базу знаний которые собраны огромное количество материалов посвященных искусственному интеллекту здесь большое количество запросов которые не мы можем использовать в качестве в качестве обучения любого искусственного интеллекта значит что нам необходимо сделать нам необходимо давайте будем создавать блок схему для генерации идеи для рил сов предположим значит нам сначала предварительно необходимо немножко до обучить соответственно чаджи пяти сказать ему определенную специализацию что какую он должен выполнять для этого мы заходим настройки переходим в наш в наши настройки и соответственно нам необходимо обучить дать инструкции пользовательские инструкции непосредственно чаджи пяти иначе что мы сюда вводим у нас есть в чате такая штука то есть мы можем выбрать образ который будет использовать в данный период времени непосредственно чаджи пяти искусственный интеллект значит сюда мы просто выбираем в поиске скринрайтер то есть человек который пишет с пишет сценарий и вот это вот эту вот информацию просто ему сюда ставлю вставляем то знаете здесь поделены данные то есть что ставить первый столбец что ставить во второй столбец и сюда соответственно мы эти данные забиваем то есть если посмотреть да что мы сюда забили давайте переводчик вам включу и можем посмотреть что ты сценарист основные обязанности это написание сценарий для фильмов телешоу или пьеса знание опыт формат сценарий повествования диалог аутентичные диалоги темп сюжета то есть мы его мы его обучаем то есть он нас спрашивает вот буду и лайк чаджи пяти чтобы вы хотели знать чтобы чаджи пяти предоставлял нам более качественные вопросы мы соответственно эту информацию ему даем у нас такого такая информация есть по многим специализациям то есть по техническим написанием по копирайтингу по созданию сценариев то есть у нас в закрытом телеграм-канале есть большое количество соответственно этих материалов там больше трех тысяч различных промптов если вы хотите попасть наш телеграм-канал ссылка находится под этим видео переходите в телеграм-канал и там есть вся подробная информация и во вторую часть мы отправляем следующую инструкцию то есть how would you like чаджи пяти респонд то есть как бы вы хотели чтобы чаджи пяти отвечал и здесь мы соответственно вставляем инструкцию ребят все ссылки которые я использую в своих видео всегда есть моем телеграм-канале обязательно переходите в разделе описание ссылка на телеграм-канал переходите в телеграм-канал и конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание ну и конечно подпишитесь на телеграм-канал там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге в личной жизни как он должен отвечать то есть какой у него должен быть тон формальности какие какой уровень детализации примеры избегание двусмысленности дополнительные вопросы таблицы значит все это все это полностью информацию мы ему даем сохраняем и теперь соответственно у нас можно сказать что наш чаджи пяти при использовании данного плагина он будет соответственно обучен значит для того чтобы нам с мы сейчас могли построить мы с вами договорились строить сценарий для рилса с помощью там чаджи пяти блок схему сценариев для дел с помощью чаджи нам будет необходимо воспользоваться еще один одним промтом значит вот этот промт мы его копируем также и если там переводчики перевести то есть что в чем суть промт нам нужна помощь в обдумывание идей для видеороликов для моего instagram я занимаюсь низшей искусственного интеллекта мои видеоролики получили наибольшее количество просмотров посвящены использование искусственного интеллекта приложением использующий искусственной интеллект у этих приложение про искусственный интеллект помогите мне создать древо видную диаграмму из 30 видео идей которые представлены различной категории уникальности виде идей значит что мы можем сделать мы можем взять и скопировать этот промт на английском языке мы либо можем его попросили перевести тут же этот промт на русский язык ну давайте чад gpt лучше конечно понимает английский язык на давайте мы переведем соответственно этот запрос на русский язык для того чтобы он нам смог выдать ответ именно на русском языке вот так вот скопируем я даже сейчас сильно заморачиваться не буду над какой-то редактурой просто возьму с транслейта скопирую и все это сюда вставлю конечно ответ от чад gpt он лучше всего будет когда мы задаем промт на английском языке а уже потом точечно все это переводе но лучше лучше всего до задавать именно на английском языке а он нам по потом уже все это переводить чем сразу же давать запрос на русском языке но при этом дождаться когда он соответственно все это будет переводить и смотрите можем посмотреть как он работает он сейчас нам уже начинает генерировать генерировать соответственно наши идеи дальше он все это построит в определенный блок схему которому как которую мы можем использовать которую мы можем редактировать вот он уже начал писать нам что здесь преимущество также этого плагина в том что он кроме построения той самой блок схемы он нам также выдаст ссылку где мы можем редактировать эту блок схему если мы зарегистрированы в сервис и вот в этом я к сожалению в этом сервисе не зарегистрирован но при этом вот я могу ее редактировать прямо здесь либо сохранить себе посмотрим да какую блок схему он нам выдал то есть сколько времени на это ушло вы видели значит идеи видеороликов по искусственному интеллекту для instagram основы искусственного интеллекта что такое искусственный интеллект объяснение для новичков история развития искусственного интеллекта как искусственный интеллект изменил в жизнь и в повседневной жизни в смартфоне в домашней автоматизации персональный помощник и бизнесе и в образовании в искусстве и и будущее то есть посмотрите вот здесь вот больше более широко видно это блок схема то есть такую блок схему мы могли бы до создавать сколько бы времени на нас на создание такой блок схема ушло здесь он нам сделал это все за 15-20 секунд также мы можем здесь уже подкорректировать до внешний вид блок схемы как она должна выглядеть какие-то цвета можем подкорректировать просто необходимо авторизоваться соответственно в этом сервисе и все соответственно будет будет дана возможность все это редактировать корректировать я не говорю что мы можем только там по использоваться для видеоролика по искусственному интеллекту для instagram мы можем использовать для любого любую блок схему просто нам необходимо будет ввести определенную специализацию нашему чаджи 5 и задать соответственно правильный запрос можем делать генерировать идеи можем создавать целевую аудиторию для нашего instagram для целевую аудиторию соответственно для нашего проекта можем генерировать какие угодно блок схемы делать это буквально за несколько минут хорошо значит с бог схемы разобрались то есть мы используем чаджи 5 плагин и специальный запрос кроме этого мы можем встроить полноценный блок схемы сейчас вам покажу пример создания блок схемы открываем новый чат и здесь когда мы создаем блок схему нам необходимо переобучить немного нашего чаджи 5 для этого мы также заходим наш телеграм-канал и здесь есть следующие следующие следующая возможность использовать использовать нашего чаджи 5 то есть мы сейчас его переобучим то есть заходим также в настройки и сюда вводим информацию что он теперь не сценарист как был до этого журналист давайте сейчас представим что он журналист что мы делаем мы копируем эти данные и вставляем не сценарист а журналист значит мы вставляем и и переобучиваем значит смотрите да что мы ему сказали значит как мы его решили переобучить то есть мы ему сказали что ты теперь журналист что ты ведь пишет какие-то там журналистские расследования цели жаргон терминология то есть все это должен ты учитывать и использовать для того чтобы твой ответ был наиболее правильный ты должен использовать там следующую тональность следующий уровень детализации таблицы которые необходимо сделать все это мы ему дали окей значит сохранили и теперь также мы используем тот же плагин диаграммы и здесь нам необходимо в запросе задать следующий запрос и мы его также дадим следующий запрос значит давайте его дадим запрос на русском языке мы его попросим создать подробный жизненный цикл какого-то журналистского расследования то есть что необходимо сделать по шагам для того чтобы создать полноценное журналисткое расследование например к нам пришел новый сотрудники мы хотим его обучить но время не новый сотрудник пример новый журналист. И нам необходимо обучить этого журналиста для того, чтобы он понимал, как необходимо действовать при создании журналистского расследования. И вот, соответственно, он нам тут же сгенерировал. То есть, начало расследования, выбор темы, предварительный анализ, формирование гипотезы, сбор информации, проверка фактов и интервью с источниками, анализ полученных данных, составление отчета, редакционная проверка, публикация, отслеживание реакции аудитории, постанализ и корректировка, завершение расследования. Также мы можем посмотреть этот же жизненный цикл, соответственно, подкорректировать его каким-то образом, то есть внести визуально что-то изменить. И также мы можем сделать внешний вид более интересным для этого журналистского расследования. То же самое. Вот это вот создание блок-схемы. Посмотрите, сколько у нас времени ушло на создание такой блок-схемы. Кроме этого, да, например, нам не хватает какой-то информации. Мы хотим дополнить информацию, соответственно, в эту блок-схему. Мы также в рамках окна чат GPT просто ему пишем. Например, да, нам не хватило какой-то информации. Мы ему говорим, сделай более подробное описание каждого шага. И теперь он возьмет, скорректирует эту нашу таблицу и внесет в нее какие-то необходимые нам дополнения. Вот. И видите, он внес необходимые нам дополнения. То есть он написал, что необходимо делать на каждом шаге. То есть он внес какие-то корректировки. И эту же таблицу мы уже можем видеть вот по новой ссылке и, соответственно, уже таблицу с корректировками. То же самое. Можем изменить дизайн, скорректировать ее. Но посмотрите, да, как быстро мы создали блок-схему, как быстро мы создали полноценную мейдмэп-карту. И теперь процесс создания блок-схем полноценных мейдмэп-карт, либо каких-то презентаций, как делать, как подключить к PowerPoint. К тому же чат GPT. У меня есть отдельное видео. Обязательно посмотрите. Это все, на это все уходит минимум времени. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Пожалуйста, напишите комментарий под этим видео. Комментарий реально помогает быстро продвинуть видео, продвинуть видео на ютубе. Поэтому я буду рад каждому комментарию, каждому отвечаю отдельно. Конечно, переходите по ссылке под этим видео. Есть ссылка на мой телеграм-канал, где находится огромная база всех промптов, всех запросов и вообще полезного контента, посвященному искусственному интеллекту. С вами был Игорь Зуевич. Пока!